Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается и мы поговорим действительно, как уже анонсировали, в проекте Рейл Балтика, что нового происходит с нами на прямой связи, председатель правления Айропас Дел Салли Линия с Хаспар Свингридс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну, наверное, конечно, начнем с того, что пришла новость о том, что опрос, как должны называться станции Рейл Балтика, закончился, завершился 31-го еще октября и, наверное, уже можно подвести какие-то итоги, результаты этих опросов. Да, меня, например, интересует в Саллисгриве, как в итоге будет называться станция Позитивус, как предлагал Каспарс, или Бривас Виланс, как, например, я предложил в сети. Да, ну вот какие результаты, что, сколько вообще проголосовало, сколько было голосов и за кого, как распределились эти голоса? Да, ну, во-первых, результаты опроса поразили нас в лучшем смысле. В опросе названия их станции Рейл Балтика мы получили почти 150 тысяч голосов, если точно 149 755 голосов или предложений разных вариантов для названия станции. Такие результаты значат, что Рейл Балтика является долгожданным проектом в Латвии. И мы хочу большое спасибо сказать всем, кто участвовали, также представителям негосударственных организаций, местных самоуправлений, которые сотрудничали и помогали вовлекать жителей. Что теперь дальше будет происходить вот с этими опросами, с результатами, точнее? В ноябре эту информацию, данные опроса будем оценивать. Решение об утверждении названия будет принимать Министерство транспорта. И когда это может произойти, дело-то важное, то есть 17 станций, уже все потихонечку происходит, а стоят без названий. Когда же строители между собой будут называть не объекты, там XY или там 123? Да, ну мы находимся на ответственном этапе работы. Прежде всего будут собраны голоса, отданные за название конкретной станции, и будут определены, какие названия предложения экспертам или жителям будут наиболее подходящим. Критерией, как мы уже рассказывали ранее, это соответствие месторасположению станции, историческому и культурному значению, а также хорошее звучание на латышском или иностранных языках. Также важно, что новые названия станции вписывались в общую сеть маршрутов общественного транспорта и помогло пассажирам четко ориентироваться, чтобы не было похожих названий и так далее. Мы даже планируем использовать так называемые двойные названия, например, Аганскаунцерига, чтобы пассажирам, особенно иностранным или из регионов путешественникам, более понятно, что станция находится в Риге. Что все еще в Латвии не успели проскочить. Уже поезда, я помню, не будут сверхскоростные за два с половиной часа до Таллина. Да, ну, Каспер, вот все-таки, если можно, какие-то вот результаты, наверное, уже ведь можно подвести, несмотря на то, что утверждать, принимать решение будет Министерство транспорта, но, тем не менее, вот за кого проголосовали, отдали больше голосов? Да, первые выводы такие, что люди не хотят ничего усложнять и желают, чтобы станции назывались по именам ближайшего крупного города. Например, Бауска, Салатсгрива, они не как-то по-другому. Все-таки, все-таки. Да, самая большая активность была в голосовании названия станции Торникаунс. Мы получили более 10 тысяч голосов или предложений. Большинство голосов Балдоны предложение называть, сохранить Балдоны. Также для станции Вангажи 88% проголосовали за название Вангажи. Жителям меньше всего понравилось альтернативное название Балдоны, Машинкаунс, только 7%, или Нериня, только 9%. Также поддержали и название для станции Яунмарупи. Меньше всего новых названий поступило для станции Иманта. Предполагаю, что жители согласны с названием Иманта. Но наибольшее количество предложений, более полторы тысячи, было подано по названию станции Саласпилс. Больше всего голосов поддержали название Саласпилс, а также предлагали и новые названия, как, например, АКО, Салкалны или Далгова. Ну, то есть теперь бери и работай со всем этим объемом. Да, ну, должен признаться, что будет непросто. Есть, например, станция Балска отличается тем, что название, разработанное экспертом Балска и Муса, получили одинаковую поддержку. Им надо будет взвешивать, которую и выбрать. А также предложения получили более творческие варианты, например, как назвать станции Заки и Шупиртене, ссылаясь на известное стихотворение Виллос Плудон, из которой рядом, родом из той окрестности. Вот теперь надо будет подумать, Заки и Шупиртене ли подходит для Балска. Ну, так, через слэш просто писать. Балска, Миса, Заки и Шупиртене. Ну, кстати, да, как двойное название, Гюнскалн с Рига, почему вот не по такому же принципу? Ну, и Балска и Муса, мне кажется, вполне укладываются на самом деле. Ну, Заки и Шупиртене, да, там есть прикол своеобразный, и не все поймут, особенно иностранцы, им еще произнести это предстоит Заки и Шупиртене, да. А вот Балска и Муса, например, честно, не вижу особых затруднений, но, конечно, тут вот Каспар говорит, надо прислушаться ко мнению экспертов. Ну, видимо, в том числе и лингвисты какие-то будут для этой работы призваны. Ну, и, кстати, вот кто действительно разрабатывал название? Да, ну, экспертов было много и разные. С такими опытами, как специалисты по истории, по железнодорожному транспорту, антрополог, специалист по планировке мобильности и эксперты по геопространственной планировке. А какие были критерии для разработки этих предложенных названий? Да, первоначальные названия были разработаны с учетом аспектов всех отраслей экспертов. Истории, географии, лингвистики. Также одним из условий было соответствие месторасположению станции историческому или культурному значению, а также хорошо должно звучать не только на латышском языке, но и на иностранных языках. Одновременно название должно быть кратким и хорошо воспринимаемым. Рабочей группе было непросто подготовить предложение по названиям станции, особенно в тех случаях, когда станция не находится в населенном пункте или когда в этом месте уже имеется станция со своим названием, например, как в Ецове, есть уже железнодорожная станция Ецова. Также было непросто найти ориентиры для названия станции, например, в ситуации Туи, когда станции будут находиться в 7 километрах от Туи. Помимо условного названия Туя, группа экспертов предложила тоже название Олтужи. Это небольшой старинный поселок, расположенный в близости от проектированной линии. Это значит, что мы планируем эту линию в окрестностях, где нету таких больших населенных пунктов, как не везде они есть, скажем, как вот Салатгрива или Балска. Я напомню, мы беседуем с председателем правления компании Aeropos, с Каспаром Вингрисом. Речь идет о голосовании, которое завершилось 31 октября, о названии станции проекта. Каспар, вы упомянули многих специалистов и по истории железнодорожного транспорта, и антрополога, и кто там был про геопространственное планирование. В таком случае, если эксперты уже предлагали готовые названия, ну, на основе какого-то проведенного своего анализа, своей работы, и сделали выводы, для чего тогда общественный опрос понадобился? Мы считаем или уверены, что нужно найти самые лучшие названия, которые хорошо понятны и будут восприниматься жителями, потому что станция будет служить будущим поколениям еще очень долгие годы. Также это была возможность мобилизовать не только жителей, но и общественных организаций, местных самоуправлений, массовые медиа, как, например, радио. И еще раз могу сказать, да, благодарю всех, кто участвовали и утвердили свою поддержку нашему проекту. Ну, на самом деле, такая отзывчивость 150 тысяч проголосовавших это дорогого стоит? Это означает, что проект действительно заинтересован? Он не все равно людям, как будут называться станции, по которым они будут передвигаться. Мы, получается, становимся такими свидетелями исторических событий, о которых, может быть, будут вспоминать уже годы спустя, говорить, что вот в 21-м году были приняты названия станции, то есть, в принципе, это что-то, что, может, мы сейчас как бы не совсем так вот можем оценить, как современники, а в будущем, наверное, это будут вспоминать. Проект столетия. Ну, да, может быть. Каспар, хорошо, название выбрано и сейчас передается дальше в работу. Что происходит на строительных площадках, например? Ну, на строительных площадках мы используем теплую сезону и продолжаем работы очень масштабно и в центральной станции, и в промежутке станции аэропорта, потому что там мы должны поставить эстакаду. Мы теперь делаем бурение свай. Они там очень-очень далеко, ну, как бы, заходят более 30 метров, и это, ну, как бы, работа очень масштабно происходит. И мы тоже и готовимся уже работам после несколько лет, делаем покупки, чтобы тоже начинать работы не только около Риги, но и в регионах, тех регионах, где мы сейчас ищем эти названия станции. Зимой прекратятся ли работы или как-то будут продолжаться? То есть... Есть разные работы, которые можно продолжать, но основной объем работ будет прекращаться до весны, да. То есть все равно все зависит от погоды. Пока условия погодные позволяют, то по максимуму будет сделано, да, в том же самой аэропорту? Да, да. Много ли жалоб вы получаете от, ну, скажем, жителей Риги, которым, возможно, мешают строительные работы в районе той же самой центральной станции или все более-менее проходит? Ну, теперь мы как-то оцениваем, что люди понимают эти неудобства, и они, ну, как бы, это переорганизование транспорта или пешеходных дорог, они воспринимают без таких негаций, мы не получаем таких процессов, нет. Что хочу отметить, Олег, мы тут тоже в нашем эфире, сколько встречаемся с представителями различных отраслей, и почти у каждого есть через запятую, да, но вот если бы не ковид, Каспар фактически единственный, который рассказывает о делах, и так получается, ну, на самом деле, вам все эти ограничения не мешают? Господин Вингрис, все в порядке? Да, мешают, и мы должны работать, те мои коллеги, которые работают в офисе, они должны работать из дома, как я теперь тоже из дома с вами разговариваю, но строители не могут работать из дома, поэтому у нас есть очень четкая организация работы по группам, как они, ну, если одна группа заболевает, тогда другая группа изолируется и продолжает работу, и эти заболевания есть, несмотря на то, что вакцинация стопроцентная, она все равно, люди болеют, и мы, ну, как-то, ну, все-таки сможем, мы можем продолжать работы в объектах, и тоже планировать новые работы, проектировки, потому что мы должны начинать проектирование этих самых тоже, например, станций уже в начале следующего года. Ну, что ж, мы от души абсолютно искренне с Олегом желаем и вам, и всему коллективу проекта «Рейл Балтика» здоровья и успешного воплощения всех этих планов масштабных вот этого проекта столетия. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, хорошего дня. До свидания, до новых встреч. Да, напомню, с нами был Каспар Свингрис, председатель правления компании «Эйропос Дзелцеля Лыниас», которая реализует проект «Рейл Балтика». Ну, а мы буквально через какое-то небольшое время продолжим нашу работу. Редактор субтитров А.Семкин